В Старобешевском районе продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Прививочная кампания в республике стартовала в феврале текущего года. В регистратурах учреждений здравоохранения, а также на сайте Министерства здравоохранения ДНР была открыта регистрация на прохождение вакцинации от COVID-19. В первую очередь вакцинировали военнослужащих республики, работников сфер здравоохранения и образования и социальных работников. Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции для жителей Старобешевского района находится в Центре первичной медико-санитарной помощи в поселке Старобешево. Каждая вакцина имеет ряд противопоказаний, и препарат против коронавируса не исключение. Иммунизация начинается с 18 лет. Противопоказания – беременность и кромение архистики. Противопоказания – это серьезно легкий стилианс. Это легкий на компоненты вакцины. Это инфекционные и неинфекционные заболевания после периода. Это иммунодефицит первичный. Все остальные заболевания – на осмотрение врача. Перед каждой прививкой обязательный осмотр врача. При отсутствии у пациента противопоказаний он направляется на вакцинацию. Пациенты перед прививкой заполняют анкеты, добровольное согласие и обязательный осмотр семейного врача. После положительного результата, то есть допуска уже к вакцине от врача, получают прививочку пациент. И мы наблюдаем его в течение 30 минут в специально отведенной комнате. Отметим, что вакцина ГАМ-КОВИД-ВАК торговой марки «Спутник Ви» является двухкомпонентной. То есть пациент получает вакцину в два приема с промежутком между ними в 21 день. После получения второй порции вакцины выдается справка о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 с соответствующими подписями и печатями. 8 апреля в общественное приемное общественного движения Донецкая Республика в Старобешевском районе депутат Народного совета ДНР Любомир Пушкин провел личный прием граждан. Помощь в установлении опеки над несовершеннолетним ребенком – личный вопрос, в котором обратилась к депутату гражданка Российской Федерации. Сложности в оформлении опекунства возникают из-за того, что ребенок на данный момент проживает здесь и является гражданином ДНР. Помимо приемов граждан в общественных приемных ОДДР, депутат проводит выездные приемы и сходы граждан в отдаленных населенных пунктах. Один из таких на прошлой неделе прошел в селе Марьяновка. Основные вопросы волнующего населения – это водоснабжение и состояние дорожного покрытия. По дорогам сейчас вопрос в процессе решения, то есть в процессе понимания, когда будут выделены деньги, чтобы эти дороги заасфальтировать. И по воде вопрос поставлен на контроль. Я вчера встречался с министром лично. Министр поставил этот вопрос на контроль, то есть в этом году деньги будут выделены на проект. То есть деньги именно на уже реализацию этого проекта будут в следующем году. В ходе приема Любомир Пушкин дал необходимые разъяснения и консультации, а самые острые вопросы взял под личный контроль. На минувшей неделе в классе духовых инструментов детской музыкальной школы города Комсомольская состоялся мастер-класс преподавателей Донецкого музыкального колледжа имени Прокофьева. В мастер-классе приняли участие преподаватели оркестровых инструментов Донецкого музыкального колледжа Игорь Пермяков и Николай Чернозюмский, преподаватель духовых инструментов детской музыкальной школы города Комсомольская Светлана Коровниченко и ученица школы Арина Нага. Во время мастер-класса Игорь Перемяков призвал уделять больше внимания гаммам, объясняя, для чего это нужно в конечном итоге. Ариночка, ты любишь работу над гаммами? Над гаммами я работаю, занимаюсь, дую длинные ноты. Так, молодец. А что дают гаммы нам, музыкантам? Гаммы нам дают хорошее дыхание и технику. Технику как у любви? Пальцев. Молодец. Арина Нага продемонстрировала свою игру на саксофоне. Она сыграла терциями гамму ре-мажор. Как раз именно терции тебе дают быстроту и скорость мышления. Понимаешь? Потому что быстро играть, это значит быстро мыслить. Вот как раз вот эти терции и все остальные там другие интервалы, все это нужно для ускорения мыслительных процессов. Иногда это бывает уже в пальчиках. Ты уже даже играешь, ты не думаешь о том, что пальчики сами ищут нотку, которые, если тебе дают, то много занималась. Также Арина исполнила отрывок из концертного этюда. По итогам проведенного мастер-класса Игорь Пермяков и Николай Черноземский отметили хорошую техническую подготовку учащихся класса духовых инструментов. Такая форма взаимодействия, как мастер-класс, весьма ценна для любого преподавателя. Новый взгляд на учеников, на подбор произведений, на методы работы педагога дает толчок для дальнейшего профессионального роста. На этом наш выпуск подошел к концу. Отличных выходных и хорошего настроения! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова